История о православном ёжике В корнях старого дуба жил в своей норке один православный ёжик А белочка наверху в дупле была неправославная Милая белочка, не раз обращался к ней ёжик Ты и не православная, о, помнись, тебе необходимо креститься в нашей речке Но я боюсь воды, отвечала белочка, звонко разгрызая орешек Надо преодолеть боязнь Но белочка никак не могла постичь той великой пользы Которую получит её беличья душа после обращения в истинную веру Со временем ёжик крестил всех зверей, жучков и паучков в лесу И всех научил одной простой молитве Что бы ни случилось, что бы ни произошло, объяснял ёжик Надо лишь повторять слава Богу Даже белочка выучила эту нетрудную молитву Ёжик научил её креститься лапкой И велел, уцепившись покрепче хвостом за ветку Класть поклоны на восток Делать поклоны белочка соглашалась Она вообще любила физические упражнения Но вот окунаться в речку, даже ради крещения, по-прежнему отказывалась Однако тут Бог прислал ёжику помощницу в его миссионерских трудах К норке ёжика, прятавшейся в корнях дерева с дуплом белочки Прилетела божья коровка На голове у божьей коровки был повязан плоточек в горошек В руках она держала чёткие из таких же чёрных горошинок Вид у неё был очень смиренный Ёжик поведал коровке о своих бесплодных попытках уговорить белочку креститься С тех пор, сказала божья коровка Как я узнала, что я не простой жучок, а коровка Да ещё и божья, я непрестанно молюсь Богу Поверь мне, белочка, нет ничего слаще жизни во Христе и молитвы по чёткам Но белочка и слушать ничего не желала Всё так же прыгала, щёлкала орешки и хихикала Кажется, я придумал, запрыгал вдруг обычно степенный и серьёзный ёжик Через несколько дней он смастерил замечательные чётки На длинную нитку ёжик нанизал орешки и показал чёткие белочки Они будут твоими, как только ты преодолеешь свой страх, сказал ёжик Белочка тут же оказалась у самых корней старого дуба Все трое, ёжик, белочка и божья коровка отправились на речку Протекающую неподалёку от земляничной поляны Всю дорогу белочка дрожала и хотела вернуться Но ёжик показывал ей ореховые чётки И белочка шла вперёд Наконец они добрались до речки Божья коровка вызвалась быть крёстной матерью А ёжик крёстным отцом Они погрузили белочку в воду, прочитали необходимые молитвы Но когда дочитали их, увидели, что белочка уже не дышит Она захлебнулась Ничего, махнул лапкой ёжик Слава богу! Да, согласилась божья коровка Ведь она умерла провославной Слава богу! Слава богу! Подхватили вокруг все листья, цветы, птицы, жучки, звери И чёрненькие козявочки Конец сказочки КОНЕЦ